Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня ролик у меня будет необычный, непривычный для моего канала. Я буду рассказывать не о овощах, а о своем городе. Потому что на протяжении нескольких лет, когда я выкладываю видеоролики на свой канал, все спрашивают, а где вы живете? Но я отвечаю, Сибирский регион, Алтайский край, город Бейск. И если Сибирский регион, это еще знакомое словосочетание, все знают, Алтайский край тоже слышали. Но город Бейск для некоторых слово совсем незнакомое, многие люди вообще не знают о нем. И почему-то сформировалось у многих такое впечатление, что у нас какие-то особенные условия, у нас какой-то тут климат. Я сейчас про климат скажу, что вот я выписку даже сделала с этого, так, ну короче не важно, что климат города Бейска резко континентальный, вот с этой станцией, которой погода-то, характеризующийся суровой зимой с устойчивым снежным покровом, коротким теплым летом, короткой весной с поздними невозвратами холодов и непродолжительной осенью с ранними заморозками. Вот у нас сейчас 14 ноября, у нас полностью уже зима и снег, и пурга, и все прелести зимние, и весной также. Но этот ролик будет посвящен даже не погоде, я просто всем сразу вот говорю, что погода у нас такая же, как у всех в Сибири, все у нас и морозы, и снежная зима. Но я хочу рассказать о своем городе, о котором мало кто знает, вот в центральной части России вообще, наверное, не знает, у нас городок очень маленький, 200 тысяч населения, если откинуть, я вот подумала, если мы откидываем младенцев и совсем людей преклонного возраста, которые не выходят на улицу, то создается впечатление, что кто-то с кем-то обязательно учился, кто-то на ком-то был женат или родственники дальние, ну короче, идешь по улице, очень много знакомых лиц, очень маленький провинциальный город, но с историей. Наш город Бийск один, единственный вот за Уралом в Сибири, который был не просто так хаотично как-то, ну как организован по именному приказу Петра Первого, всего таких шесть городов в России, это очень редко было, чтобы вот специально прям искали место и говорили, вот здесь будет город. Было очень важное военно-стратегическое вот это месторасположение, где начиналась вот эта крепость наша сначала Бийский острог, потом еще что, он сейчас входит в союз исторических городов, около 300 памятников архитектуры, 270 с чем-то, по-моему. Я люблю любоваться этими зданиями, и вот из-за чего начала сегодня видеоролик этот снимать, я каждый год мечтала, вы наверное знаете, что географическое общество проводит ежегодно конкурс «Лучший гид России». Я каждый год думаю, ну на будущий год точно сниму свой город и покажу, там предлагалось, ну как, рассказать о своем городе, ну что-то такое с необычной точки зрения, у нас в городе есть что показать. Я каждый год мечтала, откладывала, некогда мечтала, откладывала. Нынче собралась, летом ходила, там сняла, там сняла, ну короче поснимала, все приготовила. Было очень сложно, потому что ролик на конкурс должен быть двухминутный, представьте, в течение двух минут нужно показать там какие-то достопримечательности, рассказать о них. Все я что-то это вот урезала, монтировала. И в конце концов, когда нужно было отсылать работу на конкурс, я с удивлением прочитала, что обязательно условия конкурса гид, то есть рассказчик, то есть я, должен обязательно присутствовать в кадре. Ну а вы знаете, что я в огороде снимаю сам на сам, сама снимаю, сама рассказываю и тут. И короче оказалось, что а меня-то в кадре нет. Я снимала здания, достопримечательности, рассказывала там историю города. И попросить было некого, чтобы меня кто-то снял еще раз, потому что, ну у меня такая ситуация, все на работе. Если я своих соседок, таких же бабушек, старушек, как я попрошу, походи с видеокамерой по городу, поснимай меня, на меня посмотрят, как... Я даже с такими предложениями никому не обращалась, вот к своим ровесницам, к подружкам. Ну и короче, опять в дальний ящик положила, мечта моя так осталась мечтой, показать о своем городе, ну вот эту конкурсную работу, отослать географическое общество. Ну так как наснято было уже много материалов, и ну как там все, такие важные отразились моменты о нашем городе, я долго думала, а потом решила, почему бы не показать ее своим зрителям. Чем мы хуже географического общества? Вы посмотрите, увидите, какой красивый у меня город. Правда не то, что красивый, я свой видеоролик назвала, который хотела отправить в географическое общество, исчезающий город, потому что у нас очень много красивых старинных зданий, но они разваливаются, разрушаются, исчезают. И вот мы ходили с моим внуком летом, со штативом, вот с этой стреногой, снимали по этим домам. Ну, я когда читала тексты, что исчезающий город, у меня внук, он три года ему было, но около четырех, он ходил-ходил, бабуля, а что правда наш город исчезает? И вот это самое такое грустное, самое прискорбное. Конечно, сейчас у нас Бейскон, Наукоград, он все прекрасно, застроили его вот этими типичными вот этими торговыми центрами, есть девятиэтажки, есть такие дома, но вот те здания старинные, которые именно были душой нашего города, которые отображали все вот этот дух наш, Бейский, старый город, он исчезает, все это разваливается, все это разрушается. Вы посмотрите вот в моем коротеньком видеоролике, в котором там всего несколько минут, так как было ограничение по времени, снимала я все это летом, но дело в том, что, ой, забыла, хотела что-то сказать, очень важно, и забыла. Раньше-то наш город гремел, и вот когда он только организовался, я вот там мельком посмотрите, вот старый универмаг вот этот, со всей Сибири же съезжались в Бейск, и его знали. Бейск даже образовался раньше, чем Барнаул, наш краевой центр, и даже раньше, чем Новосибирск, все это уже потом, они более молодые, а у нас вот именно вот эта старина, вот этот вот дух такой, ну, представьте, при царе Первом, я сама, когда покупала вот этот дом, ну, не который сейчас новый, а который старый, 905 года постройки, представьте, все наши улицы построены во время царя Николая Второго, все это было до революции, и когда я сейчас смотрю вот на эти здания, там, универмаг, этот какой-то народный дом, где у нас сейчас драмтеатр, красивейшие издания, они были построены в 905-м, в 916-м году, это меня наводит на мысль, что жители нашего города, они, наверное, и не хотели свергать царя, шло строительство, воздвигались красивейшие издания, текла своя такая размеренная провинциальная жизнь, до сих пор у нас тюрьма, в которой сидят заключенные, Купчиха и Морозова построены, пользуются до сих пор, отдел милиции, но сейчас полиции, тоже еще до революционной постройки, ветеринарка при царе строилась, потом стоматология при царе строилась, прокуратура тоже в здании еще царской постройки, у нас вот весь, у нас, короче, то, что было создано при царе, сейчас люди прекрасно этим всем пользуются, и вы увидите, какие красивейшие издания там изысканные, вот со всякими с украшениями, все строилось с такой душой на века, за два года до революции, я не думаю, что кто-то ждал революции или хотел, и если бы ее не было, может быть и раньше, и так и дальше, город богател бы, процветал, у нас было очень много купцов, был богатейший город, потому что вот это расположение такое удачное, на пересечение вот этих всех торговых водных путей, ладно, не буду вас, я могу говорить об этом тоже вечно, как и про помидоры, долго, посмотрите видеоролик, и вы будете уже в следующий раз знать, если кто-то скажет город Бейск, вы скажете, о, знаю, этот город в Сибири возвели по приказу Петра Первого, и это был богатейший купеческий город, очень-очень такой, ну, слово так выбрать, подобрать, добротный. Всем привет, с вами Ольга Чернова. Бейск – это уникальный город с более чем 300-летней историей, прошедший сложный путь от Острога до Наукограда, но если вы спросите о этом городе жителей Центральной России, например, Москвы или Санкт-Петербурга, многие даже ни разу не слышали о нем, и вообще не знают, где он находится. А между тем, Нашбейск – это единственный город в Сибири, который был основан по личному приказу Петра Первого, сначала как острог для охраны территории путей России от набега кочевников, потом он преобразовался в крупный город. Но вот не секрет, что большинство-то городов в Сибири, населенных пунктов в те годы, когда эта территория была необитаема, создавались хаотично, собирались кучкой, избежавшей из каторги, вот всякие там или преступники, или разбойники, и таким образом образовывалось поселение или вокруг вот приисков каких-то шахт, там золотых рудников. Но у нас город был образован цивилизованно, и первыми жителями нашего города были не какие-то там ссыльные каторжане и разбойники, а военные солдаты царской армии, впоследствии перевезшие сюда свои семьи, потом появились уже священнослужители и все остальное. Город стал прирастать, появились, конечно, торговцы-лавочники, и очень быстро наш Биск разбогател и стал крупным городом. Вот он конь, вот он марк. Благодаря удачному выбору места на пересечении водных и сухопутных торговых путей, Биская крепость очень быстро превратилась в крупный купеческий город. Здесь начали строить красивые и добротные дома. Роскошные купеческие особняки, церкви. Огромные магазины, как вот этот второвский пассаж, который гремел на всю Сибирь. Еще не было ни в Барнауле, ни в новосибирских таких торговых центрах. Сюда съезжались со всей Сибири. И город Биск был очень известен далеко-далеко за пределами этого города. Все эти роскошные купеческие особняки, которые были построены вот с такой изысканностью, с любовью, с этими башенками, с различными там всякими украшениями, фигурки вот из кирпича. Все сохранилось до настоящего времени. Сейчас у нас здесь различные учреждения. Вот этот дом-особняк купца Васенева тоже, видите, прекрасно действует. В нем там вот вывеска красная, не помню, что там. Вот у нас и прокуратура, и все-все-все, и полиция даже в таких зданиях. Сейчас покажу вам полицию. Все прекрасно в купеческих особняках живут. Вот в таком красивом здании с башенкой, со фрюгером у нас сидит Росрегистр. Напротив, если мы взорку вернем, тут не менее красивое здание тоже дореволюционной постройки. И там, видите, вот голубые купола. Сейчас подойду ближе, покажу. Там наша Успенская церковь, которая в дореволюционный период была построена на пожертвования горожан. Там собрали очень большую сумму. В советский период там было, в послереволюционной там было зернохранилище. Но потом, после войны, его восстановили церковь. И сейчас она действующая, очень красивая. Вот эта церковь Успенская у нас считается главной. Есть еще Казанской богоматери, около которой я живу. Она тоже старинная. Вот эту церковь построили только на деньги горожан до революции. Она не очень долго просуществовала. После революции, как я уже говорила, здесь было зернохранилище, устроили склад. И только потом, не знаю точно, не буду врать, в какие годы, но ее восстановили, она снова стала действующей. Вот это наша главная почта, куда я езжу со своими письмами. И полиция в старинном здании расположена, и даже заключенные, которые ждут приговора суда, у нас находятся, содержатся в тюрьме, которая построила еще бояриня Купчиха Морозова. Вот это наш городской музей. Сохранился в прекрасном состоянии. Когда-то в этом доме жил купец Осанов. Это здесь одна семья занимала весь этот особняк. Хочу вам еще вот показать с такой красивой табличкой. Новая табличка объект культурного наследия регионального значения пассаж Клевцова. 1890 год. Охраняется государством, но, наверное, не очень хорошо охраняется, потому что вид плачевный. Я это здание снимала в прошлом году зимой. Так красиво смотрится. Я сейчас назад отойду подальше. Оно прям как, знаете, как какой-то сказочный замок. Все с такой любовью сделано. Вот эти фигурные кладки кирпичные. Ведь это так сложно было в то время делать. Сейчас я подальше отойду и покажу вам. Вот он, этот прекрасный особняк, где я читала табличку. Смотрю, женщина с ребенком подошла, прочитала. Мы уже и забыли, что у нас полгорода. Вот такие вот шедевры архитектурные. Вы посмотрите, какая красота. Его немножко отреставрировать. У него целиком все стены, все вот эти башенки, все вот эти арочные окна. Вплоть до фундамента. Все здание целое. Но все у нас разрушается, исчезает. Очень жаль. Не знаю, кто-нибудь может на это повлиять или нет. Но ясно, что горожане не могут. Мы много раз поднимали вопрос. Такая красота. Замки прям старинные, древние замки. Тихо. Вот еще один шедевр архитектуры дореволюционной, который до того заросший и заброшенный, что не всякий сможет его найти, если даже захочет. Вот еще один жилой дом. Они под вид, как в Москве коммуналки, а у нас вот такие вот бывшие купеческие особняки. Живут простые люди. Сейчас скоро все эти здания будут сноситься. Наш город уникален тем, что если в других городах в качестве ветхого аварийного жилья сносят бараки, постройки в советских временах, в Бийске под снос идут старинные памятники, архитектуры, такие, как этот дом. Возможно, на будущий год, когда мы сюда приедем, его уже не будет. Вот это я и называю исчезающий город. Бийск, это не туристический город. И туристы, которые едут на отдых в Горный Алтай, прилетают мимо нашего города за несколько минут. Они даже не подозревают, что если завернуть вот только вглубь улиц, и можно увидеть такую красоту, вот эту архитектуру дореволюционную, остановитесь на минутку, и вы прикоснетесь к истории, увидите красоту, величие старинного купеческого города Бийска. Города, исчезающего у нас на глазах. Ведь всего через несколько лет, возможно, этого уже ничего не будет. Это город Бийск, к сожалению, исчезающий, но очень красивый. Субтитры создавал DimaTorzok